Спартак Приморья одержал выездную победу над Екатеринбургским Уралом. После двух домашних поражений приморцам хотелось вновь поймать хорошую игру, и им это сделать удалось. Первый отрезок матча прошел в равной борьбе, преимущественно в середине поля. Разница в счете не превышала одного броска. После перерыва Владивостокская команда организовала рывок 13-0, и впервые в матче завладела двухзначным преимуществом 20-32. Правда, Урал отыгрался довольно быстро, причем за счет неудач приморцев в атаке и штрафных бросках. Такая игра в догонялке повторилась не один раз. Ближе к концу Спартак все-таки смог набрать отрыв 12-2, на который хозяева практически ничего не смогли ответить. Итог – победа приморской команды со счетом 64-75. На данный момент наша команда занимает четвертое место в Суперлиге и имеет 26 очков. Следующий матч Спартак Приморья проведет уже в Ревде, где 11 февраля встретятся с баскетбольным клубом Темпс Сумс УГМК. Футбольный клуб «Луч Энергия» получит долгожданные деньги от администрации Приморья во второй половине февраля. Ориентировочная сумма перевода – 70-75 миллионов рублей. Однако перед тем, как средства поступят на счет «Луча», в клубе должны закрыть долги еще за прошлый год. На этот год предусмотрено финансирование от администрации Приморского края в размере 150 миллионов рублей. Разумеется, эти средства мы пока не получили. Нам необходимо закрыть кое-какие долги за прошлый год, прежде всего налоговые. И тогда эти деньги начнут поступать. Определенности в этом вопросе пока нет. В администрации Приморского края рассказали, что помимо решения финансовых проблем, сейчас идет и работа по формированию нового правления клуба. В его состав должны будут войти люди, заинтересованные в развитии команды и готовые помочь ей финансово. Пока же футболисты «Луч Энергии» приняли решение, что если до 16 февраля им не выплатят долги, то игроки будут бойкотировать второй тренировочный сбор команды. Сейчас на турецком поле у Приморцев все идет гладко. «Желто-сини» уже успели сыграть два товарищеских матча с командами «Алтай» и «Феронихеле». В обоих встречах «Тигры» одержали победу с минимальным счетом 1-0. Показательные выступления по ледовому мотокроссу пройдут во Владивостоке. Жители и гости Приморской столицы смогут посмотреть на мастерство местных мотоциклистов, которым зимний сезон не преграда для соревнований и тренировок. На стадионе «Авангард» выступят юноши от 6 до 15 лет в классах мотоциклов 50, 65 и 85 кубических сантиметров. Это будут как воспитанники спидвейного Востока, так и участники всяческих мотокроссовых соревнований. Организаторы ожидают спортсменов не только из Владивостока, но и из Уссурийска, Артема и других городов. Это своеобразное итоговое выступление в зимнем сезоне наших молодых мотокроссменов. Мы хотим посмотреть, как они готовы к лету. Также для нас эти заезды – своеобразная компания по набору новых детей. Мы разговариваем с родителями и приглашаем наиболее одаренных мальчишек на тренировки Востока, чтобы они попробовали себя в спидвее. Начало первых заездов на «Авангарде» пройдет 12 февраля в 14.00. Вход для всех бесплатный. Максим Яковлев, Новости спорта на Восьмом.